Сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы отдать дань величайшему событию первой половины 20 века. Событию, которое повлияло на судьбы всего мира и сегодня продолжает жить в умах и сердцах всего человечества. Вторая мировая война принесла горе практически всем народам Европы. Большинству народам Азии и Африки унесла с собою 50 миллионов жизней и 100 миллионов искалеченных. Но мы знаем, что основной частью Второй мировой войны стала Великая Отечественная война советского народа с фашистской Германией. Утро 22 июня 1941 года повлияло на судьбы десятков миллионов советских людей. Страна буквально в считанные дни превратилась в единый военный лагерь. Единственным лозунгом стал лозунг «Все для фронта, все для победы». И где бы ни находился советский человек, на фронте, в глубочайшем тылу, на тракторе в поле, на заводе у станка, в партизанском отряде, у всех было одно на устах слово – победа. Ради этого делалось все возможное и невозможное. Ареной жесточайших сражений стала наша Украина. В течение трех лет именно здесь состоялись величайшие события, величайшие битвы. Не случайно из 11 600 героев Советского Союза более трети, свыше 4 тысяч человек, награжденные этим высочайшим званием Героя Советского Союза именно на полях Украины. В течение двух лет наша Полтава сражалась с гитлеровским фашизмом. Только с Полтавщины на фронт ушло свыше 200 тысяч человек. Отступая, гитлеровцы нашу красунью Полтаву превратили в развалины, а центр Полтавы вообще стерли с лица земли. 23 сентября город был освобожден от гитлеровских фашистов. Полтавчане свято чтут память тех, кто защищал и освобождал Полтаву. Десятки улиц, площадей, скверов названы в честь освободителей, в честь героев, которые освобождали Полтаву и Полтавщину. К сожалению, нужно сказать, что на сегодняшний день занатно сведомые пытаются под видом декоммунизации стереть с лица земли нашу память о Великой Отечественной войне и героях Великой Отечественной войны. И пытаются предоставить списки для переименования улиц, фашистских прихвостней и халуев. Я бы просил с этой трибуны представителей облдержадминистрации очень внимательно подходить к этим инициативам. Слава воинам-ветеранам, стоящих в этом строю! Слава воинам-ветеранам по состоянию здоровья, не сумевшим прийти сегодня к этому мемориалу! Вечная память воинам, погибшим за Украину и нашу родную Полтаву!